Приветствую вас. Вы не сказали, сколько вашему мужу лет. Вот это было бы хорошей информацией дополнительной, потому что разница в возрасте порой дает возможность лучше увидеть всю картину. То, что я могу сказать вам, это то в первую очередь, что вы не задаете вопрос. То есть не совсем понятно, какой именно помощи вы хотите от нас, например, к психологу. Вот, какой помощи вы ожидаете, чего вы ждете от нас. Я бы сказал, что как-то, на мой взгляд, с одной стороны, у вас нет активности практически в том, как вы себя ведете и что вы делаете. Вот, то есть вы говорите, что мы ругаемся, не общаемся, вот, то есть ссоримся, да, ну вот, и в этом как будто бы нет вашей активности. То есть, ну вы же, свой, 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 вклад в конфликт-то вносите сами. Соответственно, надо бы увидеть какой вклад вы вносите в это, понимаете, какая штука. Поэтому я бы обратил ваше внимание в первую очередь на данный аспект. То есть вот вы пишите, что мы ругаемся, ссоримся и так далее, ну такая, ваш вклад какой в это. Знаете, вы сами тоже вносите вклад. Вот вы говорите, что бурно отреагировало там и так далее. Вот что вы говорите о том, что мне не нравится как бы то, как он, ну, относится ко мне. Я имею в виду ваш мужчина. А что вы с этим делаете? Вы говорите, что отношения испортились, потому что он вам, ну, не помогает. Ну, вопрос, опять же. Отношения – это та история, когда отношения строят два человека. Соотношения никак. При всем желания не могли испортиться только со стороны мужчины. Они испортились в том числе и по причине вашего вклада в это, в них, я имею в виду, в отношения. И, соответственно, вашу задачу увидеть свой вклад в это. Вот. Понимаете, да? Надеюсь, о чем я говорю. Вы производите впечатление человека, который действительно все берет на себя. Вот. Вы производите впечатление человека, который, ну, действительно вот очень много. Из чего дело. И мне кажется, что это очень важный момент. Момент в том, как вы о себе заботитесь. заботитесь ли вы о себе, да? Как вы проявляете эту заботу о себе, опять же. И так далее. Это все достаточно важные моменты, на которые вы не обращаетесь, по моему мнению, внимания. Или обращаете, но достаточно немного. Вместо этого вы фиксируетесь на мужчине и как бы переключаетесь на него. Вот. А я бы задался вопросом. Я бы задался вопросом. Какой мотив, какая мотивация у вашего мужчины? Который, кстати, не является вашим мужем, а является сожителем. То есть сожитель это по факту человек, который, ну, вам вообще ничего не должен. Это человек, который вам ничего не должен. Это человек, который вам ничего не должен. Это человек, который вам ничего не обязан. Это человек, который не обязан вам помогать. Человек, который не обязан для вас что-то делать. Там, кто вам никто. Пока вы не поженитесь. И это лучший вопрос к вам, к вам, что вы живёте с мужчиной на своей территории, да, вот, и при этом человек вам особо вот, ну, ничего не должен, т.е. вы себя так поставили, и, как бы, вы берёте плюс всё на себя, вы, вот, изучите в интернете есть такой сценарий, называется Маточка Хабарт, вот вы изучите этот сценарий Маточка Хабарт, вот, вот, и посмотрите, насколько это похоже на вас. Маточка Хабарт отличается тем, что полностью игнорирует себя, свои желания, свои потребности, вот, она полностью жертвует собой, для, ну, для других людей, полностью жертвует собой, для других людей, вот, но при этом сама несчастна, она сама себе не принадлежит и сама требует от других людей примерно такого же отношения, как у неё. при этом забываю, что другие люди, в принципе, могут, ну, по-другому воспринимать ситуацию, по-другому воспринимать себя и по-другому воспринимать других людей, вот. Так же, я бы обратил внимание на ваши способы выстраивать отношения, вот, то есть, ну, выстраивать общение, точнее. И, соответственно, я бы, поисследовал бы, то, как вы, выстраивать общение, как вы общаетесь, ну, вот, с близкими людьми для вас, в том числе, вот, такая вот история. Поэтому вот эти аспекты нужно учитывать, на мой взгляд. Также, я бы обратил ваше внимание на личные границы, ну, на ваших, на ваши личные границы, я бы обратил внимание. Вот. И научился бы, поучился бы, точнее, с ними работать. Вот. То есть, получился бы, с ними взаимодействовать. Вот. Такой ответ. В целом, сейчас, по моим ощущениям, вы приводите впечатление на человека, который слишком много упирается на других, вот, людей, в частности, на близких. Вот. Вот. И, в целом, приводите впечатление, что берете на себя вы слишком много. Вот. Так, по крайней мере, это выглядит со стороны. По крайней мере, так это выглядит. Я не беру сейчас ничего утверждать. Вам нужно решить, чего вы хотите в целом от психологов. Вы хотите ли вы свою жизнь изменить, например? Как там? Интересно ли вам? Потому что, опять же, у меня сложилось ощущение, например, что вы действуете не очень осознанно. Например, ваша беременность. Например, то, что вы, вот, первого, как вы сказали, своего сына сами поднимали. То есть, так, ну, опять же, это, вот, в какой-то степени вопрос, да, почему, почему вы поднимали его, его обман? Вот. Не в том плане, ну, какие были физические обстоятельства, а в том плане, какие были психологические моменты, знаете, вот. Это важно. Достаточно. Вот. Поэтому я бы, я бы сделал упор на вот эти вещи, на эти моменты. И уже, исходя из этого, дальше бы решал, в какую сторону вам двигаться. Ваше поведение, ваша модель взаимодействия с мужчинами, к сожалению, очень похожа на модель созависимых, такой вот партнёр. Ну, вот. И, соответственно, вам нужно, вот, ну, в первую очередь, с созависимостью работать, как раз. То есть, это вот, ну, вот, унивающая вот, такая задача, как мне кажется. Работать в данном случае с созависимостью. Вот. Потому что страдающий видит сильнее всего и глобальнее именно из-за этого. Вот. Как мне видится и как мне кажется и так далее. Вот. Вот. Хотя, понятно, что во многом это могут быть просто мои предположения. Вот. Потому что, ну, многого я могу не знать. про вас и так далее. Вот. Но, в сути, как мне кажется, это не меняет. Вот. Вот. И работать, если мы говорим про работу. Работать вам нужно вот именно в этих вот направлениях, которые я озвучил. вот. Вот. Дальше уже будет видно. Дальше уже можно, можно будет, ну, как бы, смотреть, чем вам помочь, да, и куда, ну, вообще, в какую сторону вы хотели бы двигаться, впринципе. Вот. Вот примерно такой ответ я бы вам дал. Вот. Вот. Примерно такой ответ я бы вам, ну, предложил бы. Вот. Я, конечно, не знаю. Как бы вот, ну, на что вы рассчитывали, вот. Задавая свой вопрос. Ну, это вот то, что я могу вам встречать. Да. Безусловно, мне кажется, что вам будет страшно. То есть, ну, страшно, я имею в виду, работать. Потому что что-то в вашей жизни придется менять. Ну, это вообще вопрос исключительно вашей готовности, вот, вашего решения. И если у вас такое желание появится, то мы вам с радостью поможем. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, он раскрыл некоторые аспекты вашей ситуации. Вот. Я был бы благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это могло бы помочь вам начать работу над собой, если вы хотите. Вот. Это могло бы сформулировать некоторые начальные аспекты, некоторые начальные этапы. Вот. Ну, а дальше вы бы уже решили, как вам двигаться. Вот. И что делать. Вот. Вот. На этом все. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она необходима.